Барельеф на стене своими руками придаст вашему жилищу оригинальный и неповторимый вид. Как обещал, так и начал. Студия именно с этой фразы. Наталья Дагадаева, дизайнер НИ, Алена Пленкина, мастер, барельеф и декоратор. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте тогда про этот неповторимый вид от барельефа. Да, потому что вот когда смотришь на подобное сразу, почему-то тебя относят лет так на 60 назад, да, когда это было безумно популярно, ну и считалось, ну я имею в виду про советские постройки, да, не говоря уже про какие-то там западные. Что на сегодня? Ну, на самом деле, барельеф стали использовать намного раньше. Более тысячи лет назад люди украшали свои жилища барельефами. То есть это были дворцы и замки, либо роскошные апартаменты, царей, знати. Ну, тогда-то логично. Единственное, что они могли, это лепить. Ну, и материала было предостаточно. Да, действительно, этот вид, это вот тонкая грань этого украшения между искусством и дизайном интерьера. И этот вид отделки был доступен далеко не каждому из-за его дороговизны. Затем барельефы вообще как-то стали непопулярными у нас в ремонтах и в дизайне интерьера. Связано это было с тем, что вошел в моду минималистичное оформление интерьеров, то есть, которое не приветствовало вот такие сложные... Вот это как-то вычурное, я бы сказала, да, в доме иметь. Нет, просто такое, как мне кажется, уместно в каких-нибудь заведениях, правда же, в ресторанах, в дворцах культуры, как вот есть и так далее. А что за материалы использовали тогда и что сейчас есть у мастеров? На самом деле несколько видов, то есть материалов. Это может быть и гипсовая основа, да, которая хорошая адгезия с поверхностью. Самый, наверное, сложный вид барельефа, это когда его вырезают и выдавливают скульпторы из камня. Но это самый сложный и самый дорогой вид барельефа, потому что, ну, ошибки там быть не может, и работают мастера высокого класса. Ну да, это как вот из-за льда делают, да, подобные фигуры или из снега, что-то... Ну, также украшали резьбой по дереву, то есть это тоже такой своеобразный вид барельефа был. С течением времени, когда вкусы у людей стали меняться и появились запросы на что-то такое изысканное и не так, как у всех, да, стали способы украшения объемного стен меняться на более бюджетные и доступные. Скажем, сейчас даже есть готовые 3D-панели и 3D-барельефы, которые мы можем просто закрепить на стену и зашпаклевать стыки. И будет как будто сделано, да? И будет как будто ручная работа. Ну, конечно, мы рискуем тем, что если мы хотим что-то оригинальное, что мы придем к соседу, у него будет такой же барельеф. Давайте Алене дадим слово. Ален, доброе утро. Я так понимаю, что вы как раз создаете те самые барельефы, да? Что чаще всего просят? Что это? Какие это шедевры? Не знаю, листик просто там какой-то на стене, да, или изображение там мамы, папы или любимой жены? Алене дадим слово. Какая была интересная, яркая, очень аккуратная, очень тонкая работа, как бы она подчеркивала. С каким материалом вы работаете на сегодня? На данный момент материала тоже одного нет, потому что каждый интерьер специальный материал, то есть какая-то влажность. Может быть, бывают кошечки, собачки, то есть они могут там срапать. То есть если подвержена каким-то стрессом, то нужно покрепче материал, если, ну, обычный, то... Что делать сегодня будем? Вот что как раз у нас тут, вы уже начали. Да, вы можете какой-нибудь процесс запустить. Да. Я хочу показать самые простые моменты. То есть, конечно, барельеф делается совсем непросто, но я постараюсь сделать все достаточно быстро. То есть это будет, я думал, это будет какой-то лепесток. Да, это будет лепесток, это как раз он и есть. Алиночка, а часто приходится работать на высоте, например, а? Да, я делала работу на 7 метрах. Это, конечно, было очень занимательно, потому что кисточка, если упадет, или материал, то приходилось слазить. Работа занимала около месяца, и поэтому я в конце была очень такая... Ну, и мне почему-то кажется, Алина, что вот на работу с барельефом уходит большое количество материала, да? Да. Потому что нужно сделать и объем, да, показать, и если эта картина, ну, или, по крайней мере, будущая работа занимает достаточное количество места, то тут действительно стоит говорить, наверное, не об одном мешке, правда же? Наталья, а часто заказывают вот в дизайнерских решениях именно барельеф? Ну, либо вы, может быть, часто предлагаете, говорите, вот вам точно подойдет вот сюда что-нибудь такое? Ну, на самом деле, на моей практике было всего пару случаев. И еще есть такой заменитель, который пользуется спросом, ну, это, наверное, грубо сказано, что как барельеф, 3D-панели, то есть это тоже пошло до объема. Ну, вот, которое вы сказали, да? Но мне кажется все равно, что вот как раз такие форматы, они хорошо идут либо в загородных там или в частных домах, да, ну, вот у кого большие площади и пространство, но в однушку, например, там 40 квадратных метров мне сложно представить какой-то барельеф. Конечно, есть правило использования барельефа в интерьере, то есть и одно из правил, вы правильно заметили, это соотношение объемов и композиции, вот, изображения. То есть, понятно, на маленькую стену мы какой-то такой перенасыщенный, очень объемный и перенасыщенный деталями барельеф не разместим. Но сейчас есть такое вот по поводу там домов, да, сейчас есть такое популярное очень смешение стилей. Если раньше мы могли представить вот такие вещи только в классическом интерьере, то, например, подобный барельеф будет уместен и в стиле лофт. Почему бы нет? Ну, изысканность и вот какую-то утонченность. В то же время классические интерьеры мы можем разместить какое-то абстрактное и минималистичное изображение, которое, ну, нам придаст такой динамике и свежести этому интерьеру. Вот видите, Алене хватило буквально несколько минут для того, чтобы, по крайней мере, дать очертания, да, будущему цветку, растению. Ну, финальный вопрос, Наталья, а что касаемо покрытия барельефа, всегда ли он должен быть телесного, ну, или такого гипсового цвета, да, или все-таки встречаются цветные работы, потому что я смотрю, вот у нас здесь на стенде только вот такого... Яблочки какие-то, да, видимо, там. Нет все-таки такой яркости, нет цвета. Барельефом мы можем выделить стену, если у клиента запрос на какое-то нюансное цветовое сочетание, и он не хочет видеть ярких цветов. Если мы, например, ну, и он смотрится дороже, когда он более-менее такого одинакового, ну, однотонного цвета, если мы его раскрасим, вот это изображение в яркие цвета, будет уже как картина, много на себя брать будет. Хорошее решение, вот мы видим на фотографии, это такая покраска с эффектом патинирования. То есть, когда мы на фон какой-то цвет однородный берем, а верхушки объема губкой аккуратно прорабатываем дополнительным там оттенком, либо позолотым, либо более темным, либо более светлым оттенком, тогда объем кажется еще больше. Еще один важный момент, не нужно забывать про освещение. Вот мы видим, что даже Алена работает, у нее подсветка специальная, да. Ну, и, кстати, вот, когда мы смотрим это на экране, то совсем уже именно благодаря подсветке как раз эти чертания все рисуются хорошо. Ален, какой сам необычный заказ был? Вот что такого вы прям запомнили? Может быть, нужно было обнаженную женщину везти на стену? Это все было, были обнаженные женщины. Это не необычно. К сожалению. К сожалению. Самое обычное. Я бы сказала, что каждый заказ, он необычный, потому что я всегда, когда мне говорят, что хотят, я немножко сначала останавливаюсь, выжидаю какой-то момент, чтобы прийти в себя, а потом как-то стараться все это сделать. Вот. Но моя задача, чтобы не попросили, сделать так, чтобы это вписывалось в интерьер, было аккуратно, красиво, не вычурно, да, не кричало вот своим этим. Ну, то есть вот чего-то такого, от чего дольше всего приходили в себя, вы сейчас не вспомните. Ну, наверное, вот была печка загородная, то есть хотели именно украсить печку загородную такими-то петушками, курочками для детей. В русском стиле, да? Да, в русском стиле. Там были узоры объемные, какие-то были собачки, барашки. В общем, у вас интересная, разнообразная профессия и деятельность. Попробуй вылепи. Да. Но поговорили сегодня о барельефах, нужных, необходимых и, конечно же, сложных в исполнении. Тут с этим никто спорить не будет. Спасибо, что к нам сегодня пришли. Наталья Догадаева, дизайнер и Алена Пленкина, мастер барельефа и декоратор. Мы продолжаем нашу программу. Спасибо.